Добрый вечер всем! Меня зовут Кевин, я швейцар. Сегодня я пришел сюда, так как у меня есть некоторые сомнения, и если я получу на них ответы, то готов принять ислам. Первый вопрос. Как я смогу убедиться в том, что именно ислам — это правильный путь для поклонения? Я сразу же задам второй и третий вопросы. Как мне быть уверенным в том, что послание, за которым я последую, оно от Бога? Мой третий вопрос. Так как я слушал лекции доктора Закера раньше, и вы сказали, что единственный путь, по которому ты сможешь войти в рай, — это строгое исследование учений у пророка Мусы Мирьему. И в нашем современном мире, учитывая все, с чем нам приходится сталкиваться по жизни, возможно ли придерживаться этих учений, и простит ли нас Бог, если мы согрешим, а потом опять вернемся к Нему? Брат хочет разделить вопрос на две части, ведь у него шесть вопросов. И первые три вопроса, которые он задал, — это «Как я смогу убедиться в том, что ислам — это достоверный путь для поклонения?» Наверное, вы имеете в виду, как поклоняться в исламе. Я прав? Или вы хотите спросить, является ли ислам истинной религией? Что вы имеете в виду под вашим вопросом? Является ли ислам истинная религия для поклонения? Первый вопрос брата, — это «Как нам удостовериться в том, что ислам — это истинная религия, за которой мы обязаны следовать?» Второй вопрос, схож с первым, — это «Как нам узнать, что ислам — истинная религия?» А что касается третьего вопроса, вы сказали, что в одной из лекций я упомянул, что Иисус Мирьему сказал, «Если вы хотите войти в рай, вы обязаны следовать всем учениям и законам Ветхого Завета». Но как мы сможем в нашем современном мире следовать всем учениям Ветхого Завета? Я попробую объединить два первых вопроса. Слово «Ислам» происходит от слова «Салям». Также оно происходит от слова «Сильм», что означает «беспрекословное подчинение воле Аллаха». И для любой книги, претендующей на то, что оно от Бога, и для доказательства любой религии, что оно от Бога, также для доказательства любого откровения или книги или религии, необходимо, чтобы она выдержала испытания временем. В прошлом была эпоха чудес. И славный Коран — самое великое чудо. За ним пришла эпоха литературы и поэзии. Арабские ученые из числа мусульман и немусульман пришли к единому мнению, что славный Коран — самая красноречивая книга на Земле в области литературы. Но если сегодня священная книга сообщает, что наша планета плоская, примет ли всерьез современный человек эти утверждения? Конечно же нет. Потому что мы живем в веке науки и технологий. И если мы сегодня подвергнем научным и технологическим испытаниям все священные писания, всех религий и планеты, все они потерпят урон, кроме Корана. Я недавно провел лекцию на тему «Соответствует ли Коран современной науке?» У нас нет времени на всю лекцию, но я хочу процитировать ученого-физика Альберта Эйнштейна, лауреата Нобелевской премии, который сказал, «Наука слаба без религии, а религия без знаний — это тьма». Позвольте я напомню, что славный Коран не является научной книгой, но является книгой указаний. В Коране содержится более шести тысяч указаний, в ней более шести тысяч аятов, из которых более тысячи на научную тематику. И теперь, после исследования тех научных фактов, которые мы имеем, мы обнаруживаем, что упомянутое в Коране 1400 лет назад научно было обнаружено только лишь 50 лет назад, или 100 лет, или 200, или даже 300 лет. Коран рассказывает о сотворении Вселенной в Суре Аль-Анбия в 30-м аяте. Это теория Большого взрыва, о которой наука объявила недавно. То, что наука открыла 50 лет назад, упомянуто в Коране 1400 лет назад. То, что планета имеет шаровидную форму, мы узнали только в 1577 году, когда мореплыватель Фрэнсис Дрейк совершил кругосветное путешествие. В 30-м аяте Суры Аль-Назиа Коран говорит, что планета овальная. После этого он распростер Землю, указывая на яйцо страуса. Мы знаем, что форма яйца страуса похожа на овал. Человечество думало, что Луна имеет свое излучение света. Но мы узнали недавно, не имеет значения 100, 200, или 300 лет назад, что лунный свет — это отражение, а не собственное излучение. И это упомянуто в Коране 1400 лет назад в Суре Аль-Фуркан в 61-м аяте. Итак, кто может упомянуть все эти факты в Коране, которые мы открыли недавно? Когда я учился в школе, нас учили, что Солнце неподвижно. Но Солнце вращается вокруг своей оси, как свидетельствует Коран Сура Аль-Амбия, 33-й аят. То, что Солнце вращается вокруг своей оси, наука доказала только сегодня. Только сейчас наука утверждает о том, что Солнце вместе с ее движением по траектории еще вращается вокруг своей оси. А Коран упомянул это 1400 лет назад. Таким же образом, Коран затрагивает ботанику, биологию, океанологию, эмбриологию, генетику. И то, что мы узнали недавно, будь то 100, 200, 300, или даже 500 лет назад, если мы подвергнем этим научным испытаниям все священные писания, единственная книга, которая пройдет это испытание, это славный Коран. Наука все еще находится на стадии своего развития. Ей предстоит еще раз гадать много тайн, поэтому некоторые говорят, если проанализировать Коран, мы находим, что современная наука доказала стопроцентную правоту приблизительно 80% высказываний Корана. Осталось примерно 20% неясного, которое сегодня научно ни доказать, ни опровергнуть невозможно. Но логика подсказывает, если доказано, что 80% — это истина на 100%, то и оставшаяся часть, несомненно, будет истиной по воле Аллаха. Поэтому это вера разума и науки. На сегодня невозможно научно доказать ложность хотя бы одного стиха Корана. Может, есть какие-то гипотезы, противоречащие Корану, но нет ни одного стиха ложность, которого доказали бы научными фактами. На основе этого, если ты этому испытанию подвергнешь любое священное писание, то обнаружишь, что единственная религия и книга, которая пройдет его, это Ислам и Коран. Именно по этой причине Уильям Мур сказал после долгих лет критики Ислама, единственная священная книга, которая не была искажена и осталась подлинной, как принес посланий, это почтенный Коран. А что касается третьего вопроса, вы сказали, что я упомянул в одной из своих лекций о том, что Иисус Мир ему сказал, что мы обязаны следовать учениям Ветхого Завета. На самом деле, я цитировал стих из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 17-20, где Иисус Мир ему сказал, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, если бы ты хотел стать истинным христианином во время Иисуса Мир ему, и ты желал рая, то должен был следовать всем учениям Ветхого Завета, и ты не имел права приступать их даже на малую часть. И если ты будешь придерживаться этого, то будешь из обитателя рая. Опираясь на этот стих из Евангелия Матфея, ты обязан следовать всем учениям и законам Ветхого Завета. Твой вопрос очень хороший, и он логичен. Как мы сможем следовать всем учениям Ветхого Завета в нашем современном мире? Это очень трудно, и я согласен с тобой в этом. Именно из-за этого Иисус Мир ему сказал в 16 главе от Иоанна, стих 12-14, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прослает Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Иисус Мир ему пророчил о появлении печати всех пророков и последнего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаллима. «Когда Он придет, то наставит вас на всякую истину». Это означает, что Иисус Мир ему знал, что невозможно будет следовать всем учениям Евангелия и позже, может быть, даже через несколько веков. Поэтому и сказал, «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». Рассказывая о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассаллима, может, в эпоху Иисуса было возможным следовать всем учениям и заветам Ветхого и Нового Завета, но Иисус Мир ему сказал, «Когда появится пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаллима, последуйте за Ним». Поэтому, если ты хочешь быть праведным христианином сегодня, помимо твоей веры в Бога, ты должен уверовать и в пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаллима. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. «Следующий мой вопрос связан с христианской средой, в христианской семье. Если я приму Ислам, как я смогу адаптироваться к семье или иметь с ними связь? Ведь это два разных вероубеждения в одной семье». Брат задал вопрос, «Если я приму Ислам, то как смогу поддерживать с ними связь? Так как это два разных вероубеждения. Брат, ты знаешь, в христианстве есть понятия «Ветхий Завет» и «Новый Завет». Если ты христианин, ты можешь следовать Ветхому Завету, несмотря на то, что есть Новый Завет. Есть Ветхий Завет и Новый Завет, но есть еще и Последний Завет. Славный Коран — это и есть Последний Завет от Всевышнего Аллаха. В этом славном Коране нет умоления достоинства ни одного пророка из Библии. В Исламе мы обязаны уверовать во всех пророков, которые были посланы прежде. В Коране упоминается 25 пророков поименно, и все эти пророки приведены в Библии, кроме пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассаляма, и нескольких других посланников. Поэтому мы обязаны чтить всех посланников Аллаха. Наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассаляма, рассказал, что Всевышний Аллах послал на землю около 124 тысячи посланников. И если ты примешь Ислам, ты не можешь умолить достоинства ни одного из посланников, упомянутых в Библии. На самом деле, ты сможешь сказать им, что следуешь тому, что завещал Иисус мир ему, на все 100%. А остальные христиане следуют только 80% или 90% или даже 50%. Ты обязан сказать им, что в Евангелии от Иона, глава 16, стих 12 по 14 говорится, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». Именно поэтому я следую Иисусу больше, чем сами христиане. Из-за этого, если ты примешь Ислам, то будешь христианином больше, чем сами христиане. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Какой ваш пятый вопрос? У меня закончились все вопросы. Ты нашел ответ на все свои вопросы? Да, вы ответили на все мои вопросы. Спасибо вам. В таком случае вы готовы принять Ислам прямо сейчас? Да, я уверовал в Ислам и готов принять его. Вы верите, что существует один-единственный Бог? Извините. Вы верите, что существует один-единственный Бог? Да, я верю, что есть только один Бог. Вы верите, что Иисус Христос – мир ему Бог? Я верю, что Иисус Христос – посланник Аллаха. Вы верите, что Мухаммад, саллиллаху алейху ассаляма, последний и заключительный пророк? Да, я верю, что Мухаммад, саллиллаху алейху ассаляма, последний и заключительный пророк Брат, тебя кто-нибудь заставляет принять ислам? Я готов принять ислам Брат, тебя кто-нибудь заставляет принять ислам? Никто меня не принуждает, это мое собственное решение Своим личным желанием и убежденностью? Да, из глубины души Заставлять принять ислам кого-либо запрещено в нашей религии как это запрещено в большинстве стран. Итак, это твой свободный выбор. Я это делаю своим выбором. Я скажу на арабском, и ты повторяй за мной. Ты стал мусульманином. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он наставил тебя и помог тебе наставить твою семью на истину.